В Челябинске начался суд над водителем автокрана, который устроил смертельное ДТП в Ленинском районе. Напомним, авария произошла на пересечении улиц Дзержинского и Вагнера. Водитель автокрана, у которого отказали тормоза, на высокой скорости съехал с моста и насмерть сбил 56-летнего мужчину, переходившего дорогу. Затем МАЗ столкнулся с двумя пазиками и протаранил городской автобус. В результате ДТП в маршрутках пострадали 9 пассажиров. Пазик стоял здесь. Он, значит, это самое, тот водитель, я так понял, что видел, что тот, видимо, не справляется. И он немножко еще, видите, как влево дал. А мужчина этот стоял, вот здесь начал заходить. И он его, в общем, с этой стороны, в общем, голбанул его и потом еще догнал вот тот пазик, который вон там был. Экспертизы показали, водитель выехал на красный сигнал светофора и тормозного пути практически не было. А при техническом осмотре большегруза выяснилось, что у него были установлены колеса с шинами разного протектора. Тормозная система признана исправной, но изношенной. В зале суда опросили двух свидетелей. Водителя машины, которую чуть не снес автокран на светофоре, и водителя маршрутки, на которую пришелся удар. Они дали свои показания. Кроме этого, зачитали показания собственника автокрана. Он рассказал, что передал транспорт Румянцеву в аренду 1 июня 2019-го. В день ДТП Челябинец отправился на автокране на техосмотр, так как планировал его застраховать. Теперь 31-летнему водителю грозит до 5 лет лишения свободы.